Доброе утро, Бокертов! Сегодня мы поговорим о глаголах группы или беньяна НИФАЛЬ. И мы будем говорить об основной подгруппе, то есть без исключений. Будем говорить о глаголах третьего лица. Он, она, они. Я напоминаю вам, что по моей методике мы учим отдельно третье лицо у глаголов. Он, она, они. И на другом уроке первое и второе лицо. Я, ты, мы, вы. Так проще, так легче. Мы будем сегодня говорить о глаголах прошедшего времени. Я рекомендую вам посмотреть материал 564, где речь идет о первом и втором лице этих же глаголов. Условно, чтобы было понятно, о каких глаголах мы говорим, мы будем называть эти глаголы, глаголы типа НИХНАС. НИХНАС – это ВОШОЛ или ВХОДИТ. Этот материал для стеснительных, условно, то есть для тех, кто уже когда-то что-то изучал, многое осталось непонятым. Мы спокойно разбираемся. Естественно, этот же материал могут смотреть те, кто ничего еще не изучал и впервые сталкивается с этими глаголами. Глаголы нефаль в грамматике иврита – это глаголы пассивные по отношению к пааль. Если вам непонятно то, что я сейчас сказал, не обращайте на это внимания. Мы сейчас выучим глаголы, вам будет понятно, что с ними делать, а почему они пассивные и как работать с пассивными глаголами, мы об этом поговорим на более зрелом этапе, на продвинутой стадии обучения. Пока что мы относимся к этим глаголам как к простым глаголам, обычным. Мы не воспринимаем их как пассивные. Об этом в другой раз. Я беру глагол них нас, и мы обращаем внимание на особенность этих глаголов. У них приставка нун. И чаще всего эта приставка звучит как ни. То есть, если глагол не исключение, не какой-то особый, то у него будет приставка звучать ни. И мы запоминаем, как в глаголе них нас. Них нас – это входит. И этот же глагол можно перевести как вошел. Он вошел. Если я скажу «гу них нас», то это может быть как «он входит» или «он вошел». Каким образом понять по контексту? То есть, чтобы слушателю было понятно, что мы имеем в виду, мы можем сказать, например, «этмоль гу них нас лоханут». «Вчера он вошел в магазин». «Этмоль вчера». А если я скажу «ахшав гу них нас лоханут», получится, что сейчас он входит в магазин. То есть, по контексту мы будем ориентироваться. Них нас – он вошел. Чтобы сказать «она вошла», мы должны прибавить стандартное окончание прошедшего времени, окончание «гей», соответствующее местоимению «она ги» на иврите. И, таким образом, у нас появляется в конце слова звук «а». И мы прочитаем «них не са». Обращаем внимание «гу них нас», «а», там у нас было «них нас», «и них не са». То есть, у нас поменялся звук «а» на звук «э». И мы запомним, это слово у нас будет как эталон «них нас», «них не са». Теперь, если вы вдруг забудете и скажете, например, «ги них наса», учитель вас поправит, а в жизни вас никто не поправит, поэтому не зацикливаемся на этом на начальном этапе. То есть, это важно произносить правильно «них не са», но не на этом мы акцентируем внимание, а на окончании «а». «Них нас», «них не са». И ударение у нас на окончание «а» падает. Давайте скажем «она вошла на кухню». «Ги них не са ламит бах». «Она вошла на кухню». Еще раз. «Ги них не са ламит бах». Теперь давайте скажем «они вошли туда». Чтобы сказать «они вошли», мы должны к основе «них нас» прибавить окончание стандартное «у». Окончание, соответствующее местоимению «они», «гэм». Буква «вав», которая произнесется как «у». И у нас получится «них не су». Обращаем внимание. «А» в слове «них нас» преобразовалось в «в». «Них не су». Постараемся запомнить. Главное окончание «у». «Них не су». Они вошли туда. «Гэм», «них не су», «ле шам». Еще раз. «Гэм», «них не су», «ле шам». Давайте спросим, зачем они вошли. «Лама», «гэм», «них не су». Еще раз. «Лама», «гэм», «них не су». Я беру следующее слово. «Нир шам», «нир шам». «Нир шам» – это «записался». Или записывается в настоящем времени. По контексту мы понимаем. Давайте скажем. «Вчера он записался на курс». У нас получится «этмоль», «гу», «нир шам», «ла курс». «Ла» – это направление. Куда он записался? «Этмоль», «гу», «нир шам», «ла курс». «Вчера он записался на курс». Давайте скажем «она тоже записалась». Чтобы сказать «она записалась», мы должны к слову «нир шам» прибавить окончание «а». Буква «м» у нас уже будет неконечной. И мы произнесем «нир шама». «Нир шама». «Она записалась». «Ги гам нир шама». «Она тоже записалась». «Нир шама». Давайте спросим. «А они записались?» Чтобы сказать «они записались», мы должны прибавить окончание «у», «вав». «Нир шаму» получится. «Нир шаму». «Вэ гэм нир шаму». «А они записались?» «Вэ гэм нир шаму». Я возьму еще один глагол. Глагол «нир дам». «Нир дам» – это «засыпает». «Засыпает», «начинает спать». В этом значении «засыпает». «Нир дам» или «уснул». Например, давайте скажем «он уже уснул». «Гу», «квар», «нир дам». Чтобы сказать «она уснула», мы должны прибавить окончание «а». И мы договорились, еще гласный звук «а» у нас поменяется на «э». Получится «нир дэ ма». Давайте скажем «она еще не уснула». «Ги од ло нир дэ ма». Еще раз. «Ги од ло нир дэ ма». Теперь давайте скажем «они уснули». У нас получится «нир дэ му». Я надеюсь, что это было несложно и понятно. Я рекомендую вам отработать предложения с этими глаголами. Довести все до автоматизма. И в другой раз мы поговорим о глаголах, у которых есть буквы «алев», «айн», «гей». Которые придают этому глаголу некую особенность. Но в результате все тоже будет просто. А на более зрелом этапе мы поговорим о глаголах, которые воспринимаются как глаголы в пассивной форме. И вам тоже все будет понятно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтраот. До свидания.